Это программа «День с толком» в студии Ирины Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Медсёстры краевого кардиодиспансера устроили забастовку, что не устраивает медиков. Вышел на волю спустя четверть века. Из Рубцовской колонии особого режима освободился осужденный, который был приговорен к смертной казни. Новогодний стол обойдется жителям края дороже, чем в прошлом году. На каких продуктах сегодня экономят барнаульцы? Медсёстры краевого кардиодиспансера сегодня бастовали из-за невыплаты положенных денежных средств. Также они направили коллективное обращение в вышестоящие инстанции. Я пришла в полный шесть лет назад, и получила 20 тысяч. И сейчас мы также получаем 20 тысяч. На видео эмоциональный разговор медсестер с начальством. Они высказывают недовольство по поводу невыплат предновогодних субсидий. Также медсёстры адресуют руководству кардиоцентра письмо. Согласно документу, врачам положена субсидия в размере почти 80 тысяч рублей. Младшему медперсоналу больше 30 тысяч. А предоставление субсидий для среднего медперсонала из резервного фонда российского правительства и бюджета Алтайского края, по словам медиков, теперь не предусмотрено. Медсестер не устраивает их финансовое положение. Они подсчитали свою зарплату. При полной загрузке за месяц получают максимум 23 тысячи рублей. Всего недовольство выражает 269 сотрудников. Главный врач кардиоцентра Андрей Косоухов на забастовку отреагировал так. В других больницах произошло то же самое. Да, в ТЭЦ-3 там произошла выплата, но там по-другому. Там недоплачивали в течение года средним медперсоналу. Если будут какие-то вопросы, приходите, разбирайтесь на месте со мной. Они так просто, как Майдан опять организовали, с криками, воплями, дайте мне деньги. Ну, все деньги, которые положены вам, мы их все отдадим и отдаем. Всем пассажирам, которые переплатили за проезд в общественном транспорте, вернут деньги в автоматическом режиме. Речь идет о барнаульцах, которые накануне пожаловались на завышенную стоимость билета в автобусах. Вместо 28 рублей с карты списались 30. Хотя такой тариф будет действовать в городе только с Нового года. Сегодня в мэрии заявили, что излишне оплаченные средства вернутся автоматически на карты в течение января. Удалось выяснить, что вчера на линии работало более 500 терминалов оплаты. На семи из них произошел технический сбой. Если у вас тоже имеются претензии, связанные с оплатой проезда, вы можете обратиться в Центр Транс по номеру 717820. Вбийский автомобиль врезался в поезд. По словам очевидцев, владелец легковушки просто не заметил состав. Отделался водитель авто, правда, только испугом. Его даже не госпитализировали. Но почему, несмотря на массу предупреждений о необходимости соблюдать ПДД на РЖД-переездах, происшествия на них происходят постоянно? И каким выдался этот год на ЧП, знает Юлия Щепина. ЧП случилось накануне вечером. Водитель джипа выехал на запрещающий сигнал светофора на РЖД-переезд и столкнулся с локомотивом. Пострадавших нет, сообщает представитель пресс-службы РЖД Виталий Кляин. Ситуация с железнодорожными переездами так или иначе остается сложной. Казалось бы, в прошлом году она у нас вообще была тяжелой. Можно так сказать. 8 ДТП с погибшими детьми. Резонансные происшествия, которые погремели на всю страну. В этом году, конечно, меньше 3 ДТП. Пострадавших нет, но мы как бы не успокаиваемся. Здесь нужно понимать, что любое дорожно-транспортное происшествие с поездом – это всегда высокая опасность гибели множества граждан. В этом году ДТП на переездах произошли также в Кулундинском и Каменском районах. Благо, без погибших. За нарушение правил проезда железнодорожного переезда – это на запрещающий сигнал семафора, на закрывающийся слагбаун – 1000 рублей штрафа, либо лишение права управления от 3 до 6 месяцев. За повторное такое нарушение – лишение права управления на один год. Помимо мер наказания, есть и меры предотвращения. Устанавливают знаки, создают светодиодные линии, дополнительные системы оповещения. И, конечно, проводят беседы и акции. Сегодня такая предпраздничная акция прошла на одном из ЖД переездов Барнаула. Водителям вручили сувениры и небольшие подарки. Такие же мероприятия уже прошли в Кулунде, Бийске и ряде районов. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком. Из Рубцовской колонии особого режима освободился осужденный, который был приговорен к смертной казни. Он был одним из последних в России, кому назначили высшую меру наказания. Но в итоге заменили ее на 25 лет лишения свободы. С человеком, который был на волоске от смерти накануне его освобождения, встретилась наша съемочная группа. О непростой судьбе осужденного и о том, почему за четверть века он ни разу не подал на досрочное освобождение, расскажем в сюжете. А вы за все 25 лет не видели родных? Последний раз они приезжали в 2000 году, когда я в Казани сидел. Владимиру Шаху 44 года. Большую часть своей жизни он провел за колючей проволокой. В 19 лет разом убил четверых человек. В квартире ситуация нехорошая пошла. И все. Получается в состоянии алкогольного? Нет. Я трезвый был. Просто поссорились. На воле Владимир работал на кладбище, рыл ямы. Но получилось, что вырыл ее себе. В 1998 году суд приговорил молодого парня к смертной казни. Целый год он ждал, пока за ним придут. Там-то когда вы на коридоре под приговором, вы вообще ни о чем не думаете. Вы все это смирился, что с тобой будет и все. Нам вообще ничего не говорят. Мы просто ждем приговора. Будут прийти каждый день? Да. Ты можешь год, два, пять, семь лет отсидеть, пока про тебя не вспомнят. Чтобы отвлечься, Владимир читал все подряд. На его счету тысячи прочитанных книг. В основном фантастика. Видимо, не зря. Почти фантастический случай произошел и в его жизни. В 1999 году смертный приговор мужчине заменили на 25 лет лишения свободы. Какие чувства были в этот момент? Меня потряхило, это хорошо. Была ли возможность выйти по УДО или это невозможно? Почему? Была. Вы подавали? Нет. Почему? Ну, как сказать, почему? В какой-то мере социальная справедливость должна быть. Да, натворил и все. Поэтому я на смягчение срока никогда не писал. Вернуться в семью, к маме и сестре. Сейчас все мысли только об этом, рассказывает мужчина. Его родные проживают в набережных Челнах. Путь не близкий. Волонтеры к освобождению подготовили небольшой презент Владимиру. Сотовый телефон, который он ни разу не держал в руках, и теплые ботинки. Социальную помощь освобожденным оказывает общественный совет при УФСИН. Наш волонтер приедет, его встретит для того, чтобы сопроводить до вокзала. Может быть, провести какой-то экскурс по городу, потому что человек долгое время находился в заключении и практически попадает как на другую планету. В колонии Владимир получил не только урок жизни, но и реальную профессию. Смастерить из дерева сегодня может абсолютно любую вещь. Кстати, 25 лет назад вместе с ним в тюрьме смертной казни ждали 14 преступников. Девятерым приговор заменили на пожизненное заключение. Лишь четверым дали шанс начать все заново, пусть и спустя столько времени. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Задачи со звездочками. Математические бои среди школьников стартовали в Барнауле. Они собрали больше 300 детей из разных школ края, а также из других регионов страны. Сегодня идет второй день нестандартных интеллектуальных соревнований. Каждой команде предстоит решить порядка 10 задач, в том числе повышенной сложности. Кроме того, участникам нужно доказать правильность своего решения. Соперники могут найти недочеты в ответе или предложить иное решение задачи. У нас несколько возрастных групп, у нас несколько лиг в каждой группе, чтобы дети играли с командами близкими по силе подготовленности. Я надеюсь, что победители будут участвовать в каких-то российских турнирах, которые будут проводиться весной в городах России и в Европейской части. Команду победителей в математических боях назовут завтра. К слову, в прошлогоднем турнире самыми сообразительными оказались школьники Избийска. Новогодний стол обойдется жителям края дороже, чем в прошлом году. В среднем на 14% подсчитали в Росстате. Но от этого праздничного застолья никто не отказывается. Правда, многие корректируют меню. На каких продуктах или блюдах экономят барнаульцы и какой уровень доходов населения прогнозируют местные экономисты на следующий год расскажем в сюжете. Предпраздничная суета и новогодний ажиотаж. Жители краевой столицы активно сметают товары с магазинных полок, покупают подарки близким и придумывают новые рецепты блюд. Охота что-то вкусненькое приготовить. Вы уже начали покупать продукты на новогодний день? Помаленьку начала покупать. Расскажите, что планируете готовить? Ну, я хочу сделать два новых салата. И мясо тоже с ананасом, тоже новое. По словам покупателей, продукты по сравнению с прошлым годом ощутимо подорожали. И широкое застолье может многим ударить по семейному бюджету. В Росстате подсчитали, что новогодний стол в этом году обойдется россиянам дороже на 12-14%. Конечно, при разном продуктовом наборе и расходы будут разниться. Но, как призналась большая часть опрошенных, в этом году отмечать праздник они будут скромнее. Немножко сократить количество блюд. А на чем хотите сэкономить? Сэкономить? Наверное, на морских продуктах все-таки. На креветках, на кальмарах, на рыбе. Рыба красная, допустим, какая-то форель или семга. Я ее постоянно раньше брала. Но нынче я ее, конечно, брать не буду. Это же зашкаливает. Ну, вот на рыбе, естественно, но баночку красной икры, как без нее. И это при падении цен на продукты в последнее время. По словам сотрудников магазина, стоимость многих товаров еще за три месяца до Нового года начала падать. Снижение цен значительное, как мы видим по мониторингу, допустим, с другими сетями. И ежедневно проходят всевозможные, скажем так, кэшбэки, скидки на многочисленные товары, как продовольственные, так и непродовольственные. Максимальные скидки достигают до 60-70%. Среднестатистическая российская семья, по данным Росстата, на новогодний стол потратит около 6 тысяч рублей. Барнаульцы говорят, что не больше 4-5 тысяч. Правда, не стоит забывать, впереди еще 9 дней отдыха. Итак, впереди у нас Новый год. Накрываем на стол. Что у нас здесь? Лобстер, салат змейка, курочка постная, очень вкусная, бутерброды с грибочной икрой. И все же по возможности не экономить на продуктах советует барнаульский экономист, бывший доцент кафедры финансов и кредита государственного вуза Василий Привалов. Все же от качества питания, говорит он, сильно зависит здоровье. Но при этом эксперт уверен, что в будущем году жителям нашего региона придется подзатянуть пояса. Реальные доходы большей части населения, к сожалению, падают. Можно сказать крылатую фразу, жить будет сложно, но веселее. У каждого слоя населения своя инфляция. Наибольшая инфляция у беднейших слоев населения. Потому что цены растут на те продукты питания, которые потребляет среднестатистический россиянин. Это там, допустим, сахар, соль, растительное масло, всевозможные крупы, сливочное масло. На них цены будут расти быстрее, чем на все остальные. Чем на красную икру, красную рыбу и так далее. Специалист подчеркивает, инфляция продолжится и, видимо, многим придется больше работать, искать дополнительные источники дохода. Поэтому на новогодних каникулах стоит позволить себе хорошо отдохнуть. Юлия Щепина, Александр Антропов. День с толком. В Бийске исполнили новогоднее желание 4-летней Лизы. Записку с заветным подарком малышке мама девочки отправила на елку желаний в Москву. В Совете Федерации елочную игрушку с пожеланием снял сенатор от Алтайского края Виктор Зобнев. Он и исполнил мечту маленькой Лизы. Она получила долгожданную развивающую игрушку, а также сладости и фрукты. Из Алтайского края Елизавета Яковлева мечтает о бизи-борде. Но мечта будет исполнена. Заветную мечту девочки, развивающую игрушку бизи-борд, доставили в семью Яковлевых на днях. От такого яркого подарка Лиза даже немного оторопела. О том, что елка исполняет желания, родители Лизы узнали в одном из развивающих центров своего города, куда Лиза ходит на занятия. У девочки особые возможности по здоровью. Так что каждая игрушка должна не просто увлекать малышку, но и приносить ей пользу. Хотелось получить именно то, что будет направлено на развитие, на мелкую моторику, на обретение новых навыков и умений. Поэтому попросили бизи-борд. Надеюсь, нам он в развитии поможет. Мама занимается активно развитием ребенка. Посещают многие социальные учреждения нашего города. Семья вступила в общественную организацию «Дети-ангелы». И они порекомендовали им поучаствовать во всероссийской акции «Елка желаний». Елка желаний – это место, где люди, которые хотят совершить добрый поступок, находят тех, кто нуждается в помощи и дарят им подарки или исполняют мечты. Заявка семьи попала в Совет Федерации на «Елку желаний», которая традиционно там устанавливается. И Виктор Викторович, как сенатор от Алтайского края, Алтайского краевозок на этом собрании, снял шар, или, как сказать можно, с пожеланием Лизы Яковлевой из города Бийска. В Алтайском крае «Елка желаний» проводится уже в шестой раз. За это время подарки получили более двух тысяч детей со всего региона. Мария Мацевлик, Сейфризин. День с толком. Новый 2023 год пройдет под символом черного кролика. Пушистое травоядное животное в зодиакальном знаке сменит полосатого хищника – тигра. И многие надеются, что уж следующий год подарит нам больше добрых событий. За несколько дней до праздника наша съемочная группа посетила Барнаульский зоопарк и узнала, какими качествами, кроме дружелюбия, наделены ушастые. Вот он реально плюшевый. Это порода рекс. Ольга Васильевна, Анна Владимировна. Вот так уважительно величают питомцев. Имена им дали в честь сотрудников Барнаульского зоопарка. На сегодняшний день в парке около 15 ушастиков. Полюбоваться всеми ими можно будет с 1 января. В этот день, в полдень, официально заработает выставка кроликов. Представлены, какие будут породы. Здесь у нас есть бабочки, здесь у нас есть немецкие ризины, здесь фландры. Есть кролики, которые прям отличаются своей окраской. Допустим, новозеландский красный кролик. Есть калифорнийские кролики с черным носиком и с черными ушками. Посетители могут посмотреть каждую породу отдельно. Пушистые животные будут жить в зоопарке 365 дней на протяжении всего 2023-го. И он, надеются, многие будут более доброжелательным, нежели уходящий год тигра. Конечно же, кролик домашнее животное. Конечно же, кролик уютное животное. И поэтому всем хочется пожелать тепла, мира и уюта. И дай бог, чтобы это было на всей земле. Кролик – животное не только доброе, но и плодовитое. Крольчиха за раз может родить от 8 до 12 малышей, рассказывает директор зоопарка Сергей Писарев. И он же подчеркивает, есть все шансы на то, чтобы в мире, да и в частности у нас в крае, повысилась рождаемость. Но, предостерегает Сергей Писарев, Новый год ни в коем случае не стоит дарить друг другу кроликов. Смотрите, 12 лет тому назад, когда тоже был год кролика, мы столкнулись с такой проблемой, когда в начале января, вот новогодние каникулы, нам принесли 80 кроликов. То есть этих кроликов люди дарили друг другу. И когда закончились новогодние праздники, люди задались вопросом, а что же теперь с ним делать, с этим подарком-то? Поэтому я уже в социальных сетях обращался, просил, пожалуйста, не дарите друг другу живых кроликов. Не дарите, а приходите в зоопарк на выставку. Здесь есть самые разнообразные породы ушастых. На руки, конечно, взять не разрешат, но полюбоваться и сфотографироваться на их фоне разрешается без ограничений. Валентина Аскерова, Александр Антропов, День с толком. В Барнауле планируют создать клуб для посткроссеров. Это люди, увлечение которых обмен открытками по всему миру. Участники нового объединения будут совместно оформлять открытки и помогать в этом начинающим. А также они хотят доказать, что посткроссинг – хобби не только для молодежи. Анара Шагирова продолжит тему. Эти открытки не только из разных городов России, но и уголков планеты, из стран Европы, Америки и далекой Австралии. Отправители рассказывают о себе, делятся строками из любимых песен и даже указывают температуру за окном. Все это на настоящих бумажных открытках. Это у нас из Северной Македонии, где занимаются только 80 человек посткроссингом. И я очень ценю эту открытку. Девушка, которая прислала эту фотографию, точнее эту открытку, сделала фото своего дома и своего кота. Натя человека для обмена открытками можно на официальном сайте посткроссинга. Система определяет адресата случайно и выдает его анкету. Другом по переписке может стать житель абсолютно любой страны. К слову, на этом же сайте можно заметить, что больше всего посткроссеров в России, затем в Германии, на третьем месте Тайвань. А вот в Гренландии всего 4 человека, которые готовы обменяться открытками. Ты никогда не была в этих местах, но ты проникаешься и понимаешь, насколько этот мир все-таки огромный, насколько мы маленькие. И благодаря посткроссингу, наверное, немножко лучше начинаешь понимать людей. И людей, которые не хотят тебе зла. Любой человек ни один мне не написал, ни из Германии, ни из Штатов. Ни один из них не написал ни одного злого слова. Однако думать, что обмен открытками – это только молодежное хобби – большая ошибка. Как говорят сами посткроссеры, очень много среди отправителей людей за 50. Это уже пожилой человек. Она рассказывает, что она делала сама пирог яблочный и рассказывает его рецепт. А сколько лет раньше? 65 уже. Сегодня в Барнауле, рассказывают девушке, насчитывается не меньше сотни единомышленников старой традиции отправлять именно бумажные письма. Молодые люди намерены создать клуб, в котором будут вместе оформлять открытки, делиться редкими находками и продолжат искать друзей из разных стран мира. И если в канун Нового года кому-то захочется обзавестись добрым хобби или новым другом, посткроссинг – как раз вариант. Анна Рашигирова, Дмитрий Денисов. День с толком. Анна Рашигирова, Дмитрий Денисов. День с толком. Продолжение следует...